В обязательном порядке быть средствами индивидуальной защиты. Медработники производят посадку вне очереди. Желтая зона карантина в Одессе ввела свои коррективы в работу электротранспорта. Вход строго в масках и никаких стоячих пассажиров. Следить за выполнением этих несложных правил ГОРЭлектротранс направил более 35 команд в составе из двух человек. Бригады работают как на конечных, так и на промежуточных станциях с большим скоплением людей. Количество транспорта еще с начала карантина было увеличено по максимуму, но интенсивность движения пока меняться не будет. Вчера уже работали. Я даже не скрою, да, не полностью сидячки были, то есть были и лишние люди. Но понимаете, нам сразу как бы начинать с пассажирами войну, ну, нерезонно. Люди у нас, ну, разного характера. Кто-то пытается влезть, кто-то и живут. Вчера были даже случаи, я говорю, ломание дверей, разбивание стекол на трамваях. На что ребята отходят, потому что нам конфликты как бы не надо создавать. Вызываем полицию. Бывает полиция задерживает, бывает не задерживает, потому что некого уходят, убегают и тому подобное. Несмотря на вынужденные ограничения, пассажиров в электротранспорте меньше не стало. Прокатиться в час пик задача непростая. Подъезжающему троллейбусу сразу выстраивается очередь. А тем, кто остается в ее хвосте, придется подождать следующий. Вот у них 26 человек, 27 нельзя. И что-то 27, что-то, если бы за мной еще стояло 20 человек, я понимаю. Но я одна, у меня перед носом закрывают дверь. Ну как, не пугает, но все равно маска не тяжелая, можно надеть. Карантинные меры зря отменяли как таковые. То есть ограничения в транспорте все-таки необходимы. По одной простой причине. Это дает возможность уменьшить нагрузку на больницу. Для водителей и диспетчеров усиление карантина усложнило работу. Рабочий день начинается в 5 утра, а до конца первой смены предстоит провести несколько сотен пассажиров. Настроение у всех разное. Кто-то с пониманием относится к такому режиму, а кто-то наоборот пытается попасть в транспорт любой ценой. Мы же сами видели, что инцидентов нет. В принципе, люди готовы к карантину, и люди нам помогают тоже, навстречу идут, понимают. И нашу работу сложную, работу водителей тоже это сложно. Люди по-разному реагируют. Кто-то понимает, кто-то не хочет понимать. Начинают возмущаться, начинают нас оскорблять. Не хотят маски одевать, не хотят отримоваться режима карантина. Ну, мы стараемся им как-то объяснять, но они этого не хотят понимать. Посадочные команды Горэлектротранса работают только в пиковые часы, утром и вечером, поскольку днем ситуация легче, и водитель может справиться с конфликтами самостоятельно. Для относительно безопасного проезда от пассажиров требуется лишь терпение, чтобы отстоять очередь. И медицинская маска. Татьяна Барумбей, Герасим Алексенков, Телеканал Репортер. КОНЕЦの РУФ Mens